Вы знаете, Америка очень устойчива с точки зрения экономики и государства. Там маловероятно какие-то серьезные потрясения. То, что мы недавно называли экономическим и финансовым кризисом и так далее, это было связано с некой противостоянием политических интересов разных политических групп, в том числе и финансовых. Но, поиграв в эти, находя какие-то компромиссы, так или иначе они всегда договорятся. Единственное, что если бы даже наступил какой-то там реальный кризис и так далее, Америка устояла бы, потому что она исправилась бы, увидели бы и так далее. Были бы потери, устояла бы. Но и сегодня, исходя из того, что там произошло, движение рынка, многие другие вещи, привели к тому, что в Америке большие, около сотни миллиардов экономической потери и так далее. Конечно, они для них не так заметны, но так и иначе эти вещи отразятся на другом мире. Потому что там экономическая ситуация не очень устойчива. У нас тоже есть проблемы, и мы зависим от этого. То, что сегодня происходит в Думе, обсуждается бюджет, который имеет очень большую критику. Но самое главное, и до этого было, когда был Кудрин и сейчас, мы говорим, что только при таком подходе можно сохранить стабильность в стране, когда есть подушка безопасности. И понятно, что критика, которая звучит, она объективна. Но, сделав вот эти шаги, которые там говорят, в том числе партии позициональные, позиционные и так далее, наступив какой-то кризисный момент, как это было в 2008 году, мы провалились бы вниз просто страшно. Еще неизвестно, как и что было бы с властью, и кто был бы сегодня власть, если бы не предпринятые меры. Поэтому сегодня я могу полностью, ну, я, может быть, не специалист в этом области, согласиться с мнением своих коллег, что кризиса у нас не будет, но проблемы так или иначе нас тоже затронут. И мы будем по отдельным позициям ремешок-то подтягивать. И это надо понимать. Нравится кому-то, не нравится и так далее. Это надо понимать. И сегодня нет ни у кого волшебной палочки, которая говорит, а вот давайте сделаем так, и все у нас будет хорошо. Нет таких людей. Это все вранье и политический пиар.